В ответ на ядерный шантаж Путина, командующий стратегическим командованием Соединенных Штатов Америки Энтони Коттон, на встрече с законодателями США заявил, что сейчас важно ускорять темпы модернизации ядерной триады Штатов из-за противостояния с Китаем и Россией. Мы делаем это перед лицом вызовов, которые не похожи ни на что, с чем США когда-либо сталкивались. Мы противостоим не одной, а двум ядерным державам – Российской Федерации и Китайской Народной Республике. Эта реальность в сочетании с ракетными разработками в Северной Корее, ядерными амбициями Ирана и растущими отношениями между этими странами добавляет новых уровней сложности нашему стратегическому расчету. Энтони Коттон, командующий стратегическим командованием США из сообщения Пресс-службы Пентагона. По состоянию на январь флот китайских разведывательных спутников вырос до более чем 360 систем. Россия также продолжает развивать и испытывать космические и противоспутниковые возможности. В ходе вторжения в Украину российские войска применяют кинжалы безъядерной боевой части с марта 2022 года, запуская с носителями МиГ-31К. По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, на 24 февраля 2024 года сбито 25 аэробаллистических кинжалов. Также Путин во время послания к Федеральному собранию фактически подтвердил удары противокорабельным «Цирконом». Эту ракету 7 февраля над Киевом ВСУ сбили системой ПВО, а обломки нашли рядом с местом падения. То, что это был именно «Циркон», подтвердили эксперты. На нескольких обломках путём лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3L22, свидетельствующая о конкретном узле конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью «Циркона». Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в «Телеграм». Согласно заявлениям Путина, Россия якобы готовит к применению гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты якобы неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». В войска, по словам Путина, поставлены и первые серийные тяжёлые баллистические ракеты «Сармат». Эксперты утверждают, российское новейшее вооружение, которому, по словам кремлёвского диктатора «Нет аналогов», не соответствует заявленным характеристикам. Ракета «Сармат» должна была неоднократно выходить на так называемое брусковое испытание. Брусковое испытание – это когда ракету запускают на небольшую высоту, 15-30 метров, в поддержку путём взрывного заряда. Это делают для того, чтобы проверить возможности данной ракеты на старте. Это базовое испытание, и они постоянно откладывались Российской Федерации. Немаловажным остаётся тот факт, что хвалёный российский ВПК не справляется без западных комплектующих, которых Федерации сейчас нет из-за введённых санкций. И импортозамещение не спасает. Пока Россия пытается создать аналоги ключевых компонентов бортовых компьютеров, заменить центральные процессоры и ПЛИС-матрицы. Качества иностранных они не достигли. Это ведёт, конечно, к увеличению брака, это ведёт к увеличению сроков производства подобных ракет, и это ведёт к неминуемому падению надёжности подобных изделий. И здесь, конечно, государство Агрессор ощущает проблему, и основная проблема, конечно, это уже лежит в сфере технологий и доступа к ним. За то, что новейшее российское вооружение проблемно в использовании и не имеет аналогов лишь на бумаге, уже поплатились учёные. В России в госизмене на 9 лет обвинили ряд экспертов-разработчиков гиперзвуковых ракет. В конце декабря 2023 года суд арестовал томского учёного Владислава Галкина. Он стал 11-м в общем списке обвинённых исследователей. Всего за последние 20 лет в России преследованию и арестам подверглись более трёх десятков учёных.